Доброе утро! Сегодня эксклюзивное интервью. Мы нашли автора, который написал книгу о бизнесе и продажах. Артём, ты пришёл с книгой, всё это вижу. Оставляю я здесь. К нам вчера вот Саша Вьера, он не зря хотел обратно на площадку, ему здесь нравится, ему здесь есть чем заняться. И вчера он для нас и наших зрителей открылся с неожиданной стороны. Мы узнали, что он рисует, причём делает очень своеобразно. Поэтому мы вот про тебя сегодня хотим поговорить. А у тебя есть какие увлечения, кроме того, что ты делаешь отличнейшие интервью? Ну, могу сказать, что жизнь моя не весёлая. Я смотрю фильмы, читаю, я не рисую, я люблю готовить. Это моя слабость, потому что ты забываешь о себе, о героях. Ты просто вот тесто любое, не знаю. Прямо с тестом? Да, да, это слабость моя. Во-первых, я люблю поесть. Наша слабость. Я живу один. Среди за твоим инстаграммом, и мы знаем, чем ты занимаешься. В том числе и спортом. Да. Ты часто очень выставляешь из фитнес-зала фотографии, что это просто самолюбование, либо это процесс, какой-то рост, это какая-то цель, к которой ты стремишься. Спасибо, что нет фотографий. Дело в том, что... Мы думали об этом, но решили, что всё-таки... Это утренняя развлекательная программа. Лучшие наши зрители зайдут к тебе в инстаграм твой и заглянут, чем ты там занимаешься свободно от съёмок время. Дело в том, что я худой парень. Я вот такой, и мне приходится вот доказывать, что я вот мужчина. Мне приходится вот качаться, катить через день, ноги крутят, спина. Может, надо начать с того, что надо больше есть для начала, чтобы попасть. Я очень ем хорошо. Мне кажется, жизнь без еды – это не жизнь. И просто питанием ты не сможешь набрать, не сможешь стать красивым. Всё-таки мужчина – это него. Хотя такие люди могут быть. Мы знаем, что ты прекрасно ещё и готовишь. Он только что рассказал об этом. Да, у нас, может быть, не совсем получилось попробовать то, что ты готовишь. Но мы знаем, что наши коллеги бывали у тебя в гостях, и ты готовил. Я приношу иногда. И они просто были очень-очень довольны. Вот что ты любишь готовить? Есть какое-то любимое коронное блюдо, которое... Я люблю делать пирожки с вишнями, с творогом, зеленью, картошка с грибами, вот эта начинка. Нет, я воспользуюсь сейчас эфиром, Артём. Ты должен пообещать, что на днях ты принесёшь в редакцию чего-нибудь такого вкусного. Я думаю, вы скажете, придёшь на эфир, приготовишь. А, ну на эфир, хорошо, хорошо, давай на эфир. Сегодня, Артём, я сам утро подкармливал, кстати, тут уже орешками. Это чтоб ум, красота, да. Нет, ну всё, мы с тебя обещание взяли. Да, да, я обещаю, что принесу с вишнями 100%. И ты сам начал с того, что одно из твоих увлечений — это фильмы-книги. Ну, мы действительно время от времени обмениваемся. Вот что ты читаешь сейчас? Сейчас я читаю «Детектив» Жан-Кристоф Гранжей. Это вот когда ты читаешь и не понимаешь, что будет дальше. Кто убил, какие махинации. Вот ты ждёшь, ждёшь, ждёшь. 300 страниц, 500. И это не он убил, а она. Вот я люблю, когда вот щекотка проходит во время чтения. Такая интрига постоянно. Ты тоже сегодня с книгой, действительно твой герой сегодняшний, да? То есть он написал эту книгу. Вот прежде чем мы к герой перейдём, у тебя не было никогда мыслей написать книгу? Ну, то есть, может быть, в каком-то направлении. Я могу сказать, что мысли были, но я понимаю реальность. Этим не заработаешь. Я не известный автор, который может... Это, в первую очередь, способ заработать? Ну, должно что-то поддерживать. Это занимает много времени, если ты хочешь написать качественный продукт. А просто, допустим, Донцова, да, она может выпустить любое произведение. Это всегда будет популярно. Но речь об имени уже, правильно? То есть его сначала нужно... Я понимаю, что я живу в Молдове, это, увы, никому не интересно. Я общаюсь со многими людьми, и они говорят, да, вот мы выпустили, но это просто... Были две тысячи евро. Мы их так... И всё. И книга есть. Об авторе этой книги. Мужчина переехал из России. Сразу вопрос, как может быть такое? Жить в России, переехать в Молдову, жить уже 10 лет, выпустить книгу, договориться с издателем из Москвы. И о чём книга, кстати? Книга «Продавец на миллион». Как работать, как продавать что-то, как быть продавцом и при этом заработать миллион? Я думаю, что незачем больше слов сейчас произносить в эфире. И я предлагаю посмотреть выпуск твоего проекта «Лица улиц». Смотрим. Для того, чтобы написать бизнес-книгу, для начала необходимо заработать миллион, учиться, много читать и практиковать. Сегодняшний герой всё это сделал и выпустил книгу под названием «Продавец на миллион». Знакомьтесь, Сергей Плечков, первый молдавский автор книги по бизнесу и продажам. Книга «Продавец на миллион», во-первых, это мой многолетний опыт. Я в продажах уже больше 10 лет. Я, честно, никогда не думал, что я буду заниматься продажами, потому что свой рабочий путь я начинал на производстве. 5,5 лет вот с грязными руками, с грязными ногтями я отпахал на производстве и потом абсолютно случайно попал в продажи. И в этой книге объединён мой опыт продаж, моё видение, мой анализ, мои размышления, наблюдения. Здесь описано не просто как продавать, а именно как эффективно общаться человеку с человеком, чтобы и тому было хорошо, и тому было хорошо. Но всё же, сколько времени вы посвятили тому, чтобы написать? Ну, написание книги – это такой многоступенчатый процесс. Пока в него не окунёшься, непонятно. Значит, само создание рукописи – это этап номер один. У меня занял ровно три месяца. Три месяца ежедневной работы. Почему ежедневной? Потому что если вы, вы или любой писатель, по крайней мере, у меня это так, отвлекаешься хотя бы на один день и бросаешь, то ты выпадаешь из процесса как минимум на два дня. То есть поток мыслей прекращается. Если ты пропускаешь два дня, у тебя неделя просто в трубу улетает. Что пришлось сделать в жизни, чтобы понять, вот как продать? Ну, я работал и работаю покупателем, да, в разных магазинах, в разных организациях, то есть то, что делает каждый из нас. А если именно по трудоустройству, я начал с производства, был оператором станка такого большого, дальше я перешёл в продажи, я прошёл всю карьерную лестницу, ну, большую её часть. Здесь стажёр, продавец, заместитель старшего продавца, старший продавец. Потом поехал в командировку старшим продавцом, приехал в командировку в Молдову и остался. Здесь был старшим продавцом на нескольких торговых точках. Многие могут удивиться, что как можно переехать из России в Молдову? Все, наоборот, стараются уехать туда или в другие страны, а вы, получается, оттуда сюда. Я здесь уже больше 10 лет, получается. И почему уехал? Вот этот дух предпринимательства, авантюризма, поиска какого-то. Я никогда не был привязан к территории, а я всегда искал ощущения, то есть, какая территория меня позовёт. И когда меня ночью везли с ЖД вокзала, нас встретили и везли в съёмный дом, где мы проживали, и везли где-то пол первого ночи с московского поезда по центру, и у меня вот создалось такое ощущение, я вам сейчас говорю, у меня даже мурашки идут, такое ощущение, что я хочу здесь жить. И вот оно так получилось. А не было страшно? Другая страна. Или наоборот, вам казалось, там неопытные, не знающие люди, я приду, научу и сделаю свой первый миллион, напишу книгу об этом. Я ехал в Молдову, я думал, что здесь метро есть, честно. Вас обманули? Про Молдову я не знал абсолютно ничего, я знал, что Кишинёв столица. Уезжать не собираетесь? По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем нет, то есть, я здесь развиваюсь, у меня семья, бизнес, жена, ребёнок, то есть, я называю себя русский гастарбайтер. Все отсюда туда, я оттуда сюда, и как бы получается показать, что здесь можно развиваться и расти. Книга называется «Продавец на миллион». Вы можете сказать, что вот я миллионер? Я тот продавец, который прошёл воду и огонь, заработал свой первый миллион, и вот делюсь секретом. Можно сказать, опять же, я пока ещё не продавец на миллион долларов, то есть, не долларовый миллионер. Миллионер не в долларах, назовём так. Да, миллионер не в долларах, абсолютно верно. Я до сих пор, я являюсь играющим тренером, и я до сих пор не бросил работу с клиентами. Вот во всех проектах, которые я веду, я внедряюсь прямо в компанию и работаю с клиентами, разговариваю с клиентами, провожу обучение прямо в магазине, прямо, вот как мы сейчас снимаем репортаж, проходят обычные, живые, настоящие люди, а не постановочный кадр какой-то. Точно так же я продолжаю работать. Звоню по телефону, выезжаю на встречи, разговариваю. Как стать продавцом на миллион? Понятно, тут сотни страниц, но так вот… В двух словах самое главное условие – это быть… Есть хороший англоязычный термин «open-minded» – открытый разум. Состояние открытого разума позволяет увидеть ситуацию, в которую можно внедриться, с кем-то поговорить, с кем-то пообщаться, кому-то дать контакт, как-то повзаимодействовать и, соответственно, исходить из цели. Вам сколько лет? Мне 36. Неужели опыт дает такие знания? Тут психология, тут все в книге, и у меня ощущение такое, что не вы написали. У меня есть любимая пословица «Когда ты спишь, твои враги читают книги». Вот, и я понимаю то, что если я сплю, мои враги готовятся или мои конкуренты, я понимаю, что спать пока еще рано. И вот время, которое многие люди расходуют на нецелевое времяпрепровождение, я вкладываю в самообучение, в саморазвитие, я смотрю огромное количество видео, я владею основами скорочтения, я читаю огромное количество книг, я провожу огромное количество обучающих мероприятий, и самый лучший способ научиться – это научить кого-то другого. А как удалось издать книгу? Одно дело – написать, показать семье, родным и близким, другое дело – выпустить в свет. Тем более вы еще с российским издательством, одним из крупных. У многих есть голубая мечта – написать книгу. Да, вот просто написать книгу. А у меня было написать книгу и издаться в крупном издательстве. И я подготовил часть рукописи, где-то страниц, ну, условно, 50 я написал. Вы с этим пришли, и они сказали «берем». У меня была часть рукописи, у меня было полное содержание. Я заполнил по форме, там у каждого издательства есть своя форма заявки на издание. Я отправил заявку, наверное, то ли в 5, то ли в 8 издательств, я уже не помню сколько. Не было денег взято. Каких-то обходных путей, каких-то нюансов. Я делал попытки через знакомых, кинул клич, если знакомые в издательствах каких-то и так далее. Но получилось все органично, отправил по форме официально, со мной связались, ответили, да, Сергей, нам интересна ваша книга, бла-бла-бла, и все, процесс закрутился. А сколько стоит, чтобы выпустить книгу? Мы же любим деньги. На текущий момент книжный рынок, он очень перенасыщенный. Ему составляют конкуренцию электронные издания, и издательства сейчас, они работают очень осторожно. Они авторов берут с опаской и издают небольшими тиражами. Две тысячи, как у вас. Да, у меня тираж, например, две тысячи. В среднем даже крупных авторов издают от одной до пяти тысяч. Вот сейчас такой рейндж. Сколько стоит? Сколько стоит, цифру не буду разглашать, потому что у меня контракт с издательством, это коммерческая тайна. А цель я издаю для чего? Обучить, заработать миллион еще? Заработать на книге сейчас нельзя, если ты не Джоан Роулинг, который Гарри Поттер, да? Или же, если ты не Александра Маринина или Дарья Донцова. Книга в основном сейчас используется как инструмент продвижения, маркетинга. То есть, чтобы о тебе люди узнали, чтобы они познакомились с твоей экспертностью, чтобы они поняли, чем ты дышишь, чтобы засветиться. Плюс книга дает тебе статус эксперта, плюс книга дает тебе внутреннюю уверенность, плюс благодаря книге ты сам систематизируешь свои знания. У вас жена, ребенок. Как совмещать? Зарабатывать миллионы, писать книги, создавать семью. Как это совмещать? Совмещать на самом деле сложно. Вот сразу скажу, совмещать сложно, если кто-то говорит, вот сейчас много гуру личной эффективности, да? Совмещать сложно, всегда что-то страдает. Если ты делаешь упор, вот я делал трехмесячный марш-бросок, да, и потом еще много месяцев, с момента начала написания до момента издания прошло 9 месяцев, вот почти как рождение ребенка. И вот эти все месяцы ты делаешь упор, ты концентрируешься на работе, и семья страдает. Или же что-то другое страдает, или отдых страдает, или там еще что-то страдает. Что у вас страдает? Или вы так совмещаете? По-разному, по-разному страдало, по-разному. Многие жители сталкиваются с тем, что продавцы, ну, не всегда приятные люди. С чем связано? Почему вот некоторые улыбчивые, а некоторые, вот ты приходишь и чувствуешь, что тебя ненавидят? Вот там, вот женщина идет, девушка, там, мужчина, там, и так далее. Люди, которых вы видите, проходящих мимо, в транспорте, которые едут за рулем, и так далее, вот ваши коллеги. У кого-то есть движущие силы, цели так называемые, у кого-то их нету. Вернее, не бывает в состоянии, когда нет цели. Вас кто-то берет в оборот для достижения своих целей. И получается, что человек, который поставил себе некую конкретную цель, к которой он стремится, будь то финансовая цель, будь то цель профессиональный рост, или карьерный рост, или наработка связей, каких-то знакомств полезных, человек, зная, что он делая сейчас, например, продавая, работая в магазине, что он достигает своих целей, он по умолчанию, даже вот где-то бессознательно начинает понимать, что я быстрее достигну своих целей, если тебе, клиенту, вам, клиенту, со мной будет хорошо. В скором времени у автора книги «Продавец на миллион» выйдет новая книга с неожиданной темой и, главное, с непредсказуемым названием. Будьте с программой «Утро на СТС», так как самые яркие новые герои всегда в утреннем эфире. Это был новый герой рубики «Лица улиц» Сергей Плечков, а это его книга, которую я держу в руках. Артем, ну вот расскажи о впечатлениях вообще первого знакомства с этим человеком. Ну, мне кажется, это очень интересная личность и проблистал буквально несколько мгновений его книгу. Я могу сказать, что она очень разнообразная и легко читается. Тут разные темы, есть более, как бы, серьезные темы. Ты пролистал, а Артем, насколько я знаю, в отличие от тебя, я прочел уже. Я прочел, и у меня даже в интервью, как вы видели, я спрашивал его, это вы написали? Потому что я не верю, что человек может это написать. Он писал три месяца. Что вдохновило? Мальчик 10 лет. Пошел с бабушкой продавать кукурузу. Боялся, страх, мурашки. Получилось. Со временем он так строит свою жизнь, чтобы вот заработать миллион, создать семью, сделать так, чтобы не останавливаться, наоборот, обучать этому, выпускать книги, тренинги. Вот это история мужчины, который с детства поставил цель. Он к ней пришел и признается, что тяжело совмещать семью, зарабатывать миллионы и тренинги проводить. Но это все возможно. Главное верить про это и лица улиц, что есть мечта, есть вера, есть руки-ноги вперед. Только от вас зависит. Вот такой посыл вдохновения от Артема Дриги. Давайте теперь дополним этот посыл тем, что знаем, вы ждете каждое утро. Вот на этих обещаниях мы сейчас прерываемся на рекламу, потом программа «Утроная стесс» продолжится.